КИБУЦИ Мы приехали в декабре 2011 года, то есть мы здесь уже чуть-чуть больше года. Приехали из Украины, из Запорожья. Мне 31 год. 33. И специальности? По специальности я получила образование технолога переработки продукта животноводства. Так. Коля? Я хочу, Коля, средне-техническая. Средне-техническая. Отлично. Окей. Вот вы приехали в декабрь прошлого года. Позапрошлого. Позапрошлого, я извиняюсь, да. Что за это время произошло? За это время мы успели закончить Ульпан. Так. Сколько месяцев получились? Пять получились. Пять. С января по конец июля, да? Это не пять солнца. Пять. Это с января по май включительно. Потом у вас был еще Ульпан продвинутый разговорный. Но мы, к сожалению, его не посещали. Вы не посещали. Значит, вы закончили в мае? Мы закончили, да. В конце мая. В конце мая. Окей. Дальше. Затем мы стали работать. Так. Оба нашли работу? Оба нашли работу. Здесь в Кибуце? Я в Кибуце. Прямо в Кибуце. Коля на заводе недалеко от Кибуца. Так. Расскажи, пожалуйста, поподробнее о своей работе. Коля потом расскажет о своей. Я работала на так называемой шлюха. Это мы собирали... Шлюха это филиал по-нашему? Да, филиал заводов, на котором мы собирали детали для систем капельного орошения. Так. Работала там. Это натофим? Ну, это как бы филиал натофим. Филиал натофим. Окей. Сколько там проработала? Ровно полгода. Полгода. Расскажи, Паша, что расписание свое... А, вы еще не сказали, вы с ребенком приехали? Мы приехали с мальчиком, с сыном, которому на тот момент было 6,5 лет. И он пошел куда? Он пошел в первый класс. Первый класс. Продолжил. Он учился в Украине. Продолжил учиться здесь. Продолжил в первом классе. Сейчас он во втором классе. Так. Ты работала в какие часы, и в какие часы ребенок был занят? Вот это очень важно, потому что все спрашивают, а что я буду делать с ребенком, а как я буду работать? Ребенок в 7 утра уезжает в школу. Что значит уезжать в школу? Сам? Садится в автобус, съездится. Секунду. Он выходит из дома, его надо отвезти за руку или он уйдет сам? Он может пойти сам, так как я таки буду. Зачастую я отводила его, потому что ему так было комфортнее. Хотелось мамочку. Да. Ему до сих пор он просит меня каждое утро отводить его. Ага. Ну, в принципе, от дома до остановки, на которую все дети идут утром, 5 минуты? 2-3 минуты. 2-3 минуты, даже меньше. Окей. На велосипеде 30 секунд. 30 секунд. Так, автобус – это рейсовый автобус? Это автобус специально для школьников, для младшей школы, которая собирает всех деток из нашего кибуца. А куда везет? Везет в школу, в Кфарблю, в школу Агомы. Ага. Сколько ехать отсюда до школы? Около 20 минут. 20 минут. Спокойно ему в этой перевозке? Он не страдает в ней? Ему, да, да. Ему комфортно. Детки все под присмотром зачастую есть, сопровождающий, учитель, либо специально выделенный человек, плюс водитель, который помогает. Значит, он в 7 утра уже уходит из дома? В 7, без 5-7 мы выходим, в 7-15 управляется автобус и едет в школу. Отлично. Во сколько он возвращается из школы? Большую часть недели он возвращается в 15-20, я его встречаю на остановке. Один день недели, это вторник, он возвращается в 13-20. Так. И в пятницу он в школу не едет, они здесь, в КПЦ, проводят время в специальной группе. В специальной группе, да. Понятно. Скажи просто, вот в те дни, когда он возвращается в час-20, в 3-20, что происходит, после того, как он вернулся домой? В 3-20 он идет домой, у них есть въем воскресенье, у них еще есть продолжение немножечко, вот в этой группе продленного дня, они занимаются до 5 с половиной вечера. До пустого. В тот день, когда он возвращается в час-20, их также забирают руководители, вот эта группа продленного дня, и они до 4-х часов вечера находятся там. Понятно. То есть, в принципе, ты свободна до 4-х как минимум, а то и больше. Да, до 4-х. С 7 утра где-то до 4-х, иногда даже до полпятого, и ты можешь в это время работать? Да. Понятно. Так и происходило. Извини, что я тебе задам нескромный вопрос. Сколько у тебя получалось в месяц денег? Вот при таком раскладе. Получалось не очень много, так как я начала работать летом, немножечко снизилось количество заказов. Работы было мало? Работы было не очень много. Ну, хорошо. 2,5-3 получалось? Ну, 2,5. 2,5. 2,5. Окей, 2-2,5. Окей, но ты не работала полный день, если ты столько получала. Совсем немного, да. Конечно. Мне очень рано приходило и рано уходило. Сколько месяцев ты проработала там? Ровно 6. 6. Ну, не все 6 месяцев было такое положение? Или все 6 месяцев, что было мало работы? Ну, больше, меньше. Где-то в среднем неделю в месяц я, в принципе, не работала. А, окей. Поэтому выходило очень немного. Понятно. Но при этом ты еще была в положении. Да. Это тоже важный фактор. Окей. Остановимся на минутку, я хочу Колю послушать. Коля, какая была работа после Ульпана? После Ульпана? А, секунду, извини, я забыла спросить, Ульпана. Но там, где ты работала, ты говорила по-русски или ты говорила на иврите? Это очень важный момент. Ну, с руководством я говорила на иврите, а много очень работающих там русскоговорящих девочек. Ну, русскоговорящие девочки там были, а ивритоговорящие там тоже были или только русскоговорящие? Ну, те люди, с которыми я сидела непосредственно рядом ивритоговорящие. Ивритоговорящие. То есть у тебя была возможность практиковать иврит? Да. Да. Девочка, которая со мной сидела рядышком, она тоже была в положении, и у нас были общие интересы. Ага, понятно. Отлично. Поэтому мы очень много разговаривали об этом. Отлично. Я всегда говорю, что такие работы, такие варианты, значит, работы, когда ты сидишь руками, что-то делаешь, у тебя есть возможность разговаривать в это временное в виде, за них надо не зарплату получать, а за них надо еще доплачивать. Да. Потому что это реально, конкретное воплощение в практику того, что вы учили в Ульпане. Отлично. Теперь, Коль, ты извини. У меня было проще. Я подрабатывал понемножку после Ульпана. А-а-а, все понятно. У меня практика происходила сразу. Во время Ульпана ты уже практиковал иврит. А где ты подрабатывал? Расскажи. Там уже где Иоля. Я начал немножко раньше. Да. У меня был друг Даниэль, он англоворящий. Так. Мы вместе с ним учили иврит. И друг другу обучали. Да, да. А скучно не было. Тому, что каждый из вас не знает. Как бы да. Понятно. Окей. Ну, по окончанию Ульпана мы... Я, в принципе, знал, что я буду работать так. Немножко знал, что я буду работать на Нитафиме. А что такое Нитафим? Расскажи, ребята. Все фотокаперное решение, всего, чего можно. Ага. Керею, цветочки. Израильский патент. Это израильский патент. Что из себя представляет предприятие? Твоими глазами. Опиши его своим землякам, чтобы они поняли, на каком предприятии ты работаешь. По сравнению с украинскими или русскими заводами, это маленький-маленький цех. Такой малюсенький. Да. Сколько человек работает? На заводе. Да. Ну, может быть, человек 150. Надо сказать, что для Израиля это большой завод. Ну, это огромный завод, наверное. По израильским понятиям. Это со всеми рабочими. Так. А, так сказать, на чем технология производства? Там станки или все вручную, или как? Нет, все автоматически. Ну, практически все. Все автоматизировано? Да. Машины, очень дорогие машины. Работает, само немножко нужно помогать. Все. То есть, за счет этого и не надо так много людей, на самом деле? Да, да, да. Люди нужны. Один, два, три человека, все. Да. Вот так. Понятно. Скажи еще пару слов о том, что завод, который в Ифтахе, вот этой вот фирмы, это часть большого концерна? Да. Это 18 заводов во всем мире. Совершенно верно. Три, по-моему, в Израиле. Совершенно верно. Три в Израиле и остальные все в разных странах мира. И они поставляют растительные системы во все страны мира, без исключения. Это гордость израильской промышленности, концерн. метафин. Окей. В чем заключается твоя работа? Профессия, да, на иврите, это мафиль. Включаю, да? Включаю машины, делаю проверки, засыпаю холодным. Я бы сказал, что по-русски, может быть, это называется станочник. Но не в том виде, в котором это было принято в СССР, там, в СНГ, а оператор станка, оператор высокотехнологичного производства, я бы это назвала. Правильно? Оператор высокотехнологического производства. Ну, здесь это обычная работа. Ты же не ручной станок включаешь, а ты включаешь систему серьезную такую. Так. Ты руками что-то делаешь? Ты проверяешь какие-то параметры? Ну, да, есть стандартные проверки. Есть МИФДК, это там мест, где проверяем это все. Ничего такого сложного. Я бы не знала. Нескромный вопрос, сколько тебе платят? На самом деле минимум, да? Ну, минимум и немножко больше. Чуть больше минимума, да? Чуть больше минимума. Ну, это стандартная процедура на всех заводах. Так. Север, да? Так. Ну, есть шалот, нософот, это шабаты, там, 200%. Дополнительные часы? Дополнительные часы, да. Ага. То есть за счет этого, ну, как бы заплатят. Ночные тоже? Есть ночные, есть работа, ну, в обед, ну, как бы, чуть дороже получается часы. Окей. И сколько у тебя выходит на круг? Шесть-семь. Шесть-семь тысяч получается. Понятно. Это не самая большая зарплата. Да, понятно. Ну, я работаю семь месяцев. Семь месяцев. Перспективы? Перспективы нужно учиться. Перспективы, как бы, можно двигаться здесь, но... Ну, все равно нужно учиться. Нужно учиться. В рамках этого завода куда можно продвинуться и где можно учиться? Можно стать первым номером, да. Соответственно, поднимется зарплата. Да, поднимется зарплата. Можно стать техником. Ну, это как бы можно без образования, да. Потихоньку растешь, там узнаешь больше и больше. Нужно стать техником. Ну, поднимется. Скажи, пожалуйста, что для этого нужно, чтобы учиться? Чтобы учиться, нужно учить еврит. Что ты говоришь? Как я раньше не додумалась. Ну, вы все знаете. Я тут знаю. Да. Нужно учить еврит. В ульпане, в ульпане, в ульпане. То есть, надо не подрабатывать во время ульпана, а надо сидеть во время ульпана и заниматься с утра до ночи. И не тратить ни одной минуты. Ульпан пропускать нельзя, ульпан. Это все строго, все для нас, для вас, для нас в первую очередь нужно учить. И начинать учить надо еще? Надо учить еще. Есть возможность, у кого и где, кто живет, надо учить. Потому что сложновато, приезжаешь и о многом начинаешь думать. Окей. Как бы так. Хорошо. Скажите, ребят, пожалуйста, вот этого того, что Коля зарабатывает, хватает? Тебе что-то выплатили по родам? Ну, у меня ситуация не совсем такая, как хотелось бы, может быть. Потому что я проработала меньше года. Получается, от... Ты родила не от работы в год? Да. От предприятия я не получила ничего. От биток и уны посмотрим, поборемся. Может быть, что-то и получим. Так как зарплата была не очень большая, то это будет сумма незначительная. Понятно. Ну, что-то должно быть. Что-то должно быть. Окей. Что вы можете сказать о годе, прожитом в Кибуце? Сначала назад посмотрим, потом вперёд посмотрим. Как вы его оцениваете? Это был такой важный год вашей жизни? Вам помогли? Или вы всё сами, так сказать, тыкаясь носом туда-сюда, выясняя, где что? Помогли очень сильно в Кибуце. Мне кажется, что у нас нет опыта, чтобы сравнить. Ну да. Но мне кажется, всё-таки мы попали в хорошие руки раз. Сейчас у нас есть Хайя, тоже очень деятельный человек. И год прожит не зря. Не, ну тут понятно, вон лежит то, ради чего, так сказать, стоит жить. А с точки зрения языка, как вы сегодня себя чувствуете? Год с лишним прошёл. Чем ближе, тем лучше. Чем дальше, тем лучше. Да, потихоньку нарабатывается какая-то в голове схема разговора. Сначала были отдельные слова, сейчас уже потихоньку. То есть тот факт, что вы живёте всё-таки в ивритогвающей среде, делает своё. Потихоньку, потихоньку иврит начинает проявляться, как картинка переводная. Помните, были переводные картинки? Сначала ничего не видно, потом потихонечку начинает проявляться. Постоянно одни и те же люди, с которыми ты встречаешься, ивритоговорящие. Сегодня это одно слово, завтра это три слова, послезавтра это уже три фразы. Три встречи, как дела и так далее. Потому что одни и те же люди, ты им уже доверяешь, ты немножко раскрываешься, не боишься делать ошибки в разговоре. И это, конечно, помогает вот это такое интимное окружение, более уютно. В городе так мы пообщаемся с прохожим. Ну да, естественно. Коля, а ты как себя чувствуешь с точки зрения ивритогв? Не знаю, нормально, я думаю, на год это нормально. Я разговариваю на ивритогв, но с начальством, часто ивритоговорящие. То есть приходится общаться. Тебя понимают, а ты понимаешь. Да, то, что я хочу и что от меня хотят, я однозначно понимаю. Если я не понимаю пару слов, догадываюсь. Какие-то рабочие моменты, я понимаю все. Отлично. Что бы вы хотели порекомендовать семьям, которые еще там, и которые думают, куда податься, с чего начать, как правильно, что неправильно, с высоты года прожитого уже в Израиле? В Израиле, в Кибуце? Стоит приехать в Кибуце, стоит. Стоит, просто стоит. Почему? Деревня далеко от города, коровником пахнет. Коровником не пахнет. Так. Не болит голова съем жилья сразу, не болит голова. Так. Если съем жилья, то он глобально дешевле, чем в городе. Угу. Ради этого. Так, что с ребенком? С ребенком это сразу или детский сад, или школа за руку отведут, приведут, покажут. Угу. Ребенку нравится школа? Ребенок в восторге от школы. У них, они три дня учатся, один день – июль, четвертый день – еще что-то там, какой-то праздник у них. Он, это не украинская школа, не русская. Он выучил иврит? Ну, он говорит, я думаю, как бы уже не хуже. Я не сомневаюсь в нем. Да. Уже говорит с таким акцентом, что я иногда… Ты уже читаешь лучше меня, он мне вчера читал, намного быстрее, чем я. Так, ради иврита стоит приезжать в Кейбокс? Ради иврита – однозначно, да. То есть вы сегодня себя чувствуете уже, так сказать, уверенными в себе? Более уверенными, чем было, когда приехали. Отлично. А минусы? Минусы? С транспортом тяжело. Если нет своего автомобиля, то это непросто. Ну, мы полгода купили автомобиль. Мы купили автомобиль. Опа! Вот об этом никто не сказал. Практически те, кто немножко хотят оставаться здесь, полгода, год максимум покупают автомобиль, никаких проблем. То есть мы не привозили деньги из Украины. Вот так вот. Я, ну, как бы заработал здесь, да. За те полгода, пока учились в иврите и подрабатывали, практиковались в иврите на работе. Ага, понятно, я правду. Заработать на не очень такую недорогую машину. Ну, отлично. Так вы вообще свободные люди. Захотели, сели, поехали. Нам необходимо было, потому что с маленьким ребенком непросто. Без машины вообще никак. Конечно. Конечно. Я поняла. Ну, отлично. Я очень рада за вас. Очень хорошие новости. Я вам желаю успехов. Спасибо. Я вам желаю упорства и четкого понимания, как добиться поставленных целей. Вы себя доказали уже за этот год, что вы умеете это делать. Теперь вперед и дальше. Чтобы у вас все сложилось так, как вы хотите. И все вам доброе. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...